Вайджаг. 2007. На руине объявлен набор в информационные войска. В феврале. 23. 2015-19-16. Министерство информационной политики Украины создало информационные войска и запустило соответствующий сайт. Как вы знаете, войну России против Украины называют гибридной. Все потому, что война настоящая, а информация о нейл живая. Против нас открыли много фронтов, и один из особенно важных, информационный, говорится в сообщении на сайте. За год нам удалось создать мощную боевую армию, которая мужественно защищает нас на территории Донбасса. А сейчас пришло время дать отпор русским оккупантам и на информационном фронте. Каждый украинец с доступом к интернету может внести свой вклад в информационную борьбу, сообщается на iarmy.org. Чтобы вступить в ряды информационных войск, нужно зарегистрироваться на портале, введя адрес своей электронной почты. Далее следуют задачи, которые нужно будет выполнять. Как сообщал Политнавигатор, ранее министр Юрий Стец анонсировал создание военного телеканала и иноязычного канала «Украинской альтернативы». Лозунг «Наша цель – доносить». Впечатляет. Да и второй «Каждый твой информационный удар – это пуля в сознание врага». Не хуже. Фашизм. Информационные войны. Руина. Доносы. Восемь.